Сегодня составилась церемония открытия главного спортивного события планеты Олимпиады 2022. 24-е Олимпийские игры проходят в Китае. Более 200 российских спортсменов сейчас находятся в Пекине. Масштабная акция в поддержку сборной команды страны прошла в курортном Донбай. Десятки лыжников и сноубордистов с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжным трассе с высоты более 3000 метров. О том, как прошел флешмоб, расскажет Алла Качеева. Пятая очередь канатной дороги Донбая. На высоте 3008 метров над уровнем моря, минусовая температура и небольшой ветер. Но это никак не сказывается на патриотично настроенных молодых людях, которые собрались, чтобы поддержать российскую сборную на Олимпиаде в Пекине. Россия! 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 Сегодня в горнолыжной столице Юга России активно звучат патриотические лозунги «Россия вперед!». Любители горнолыжных видов спорта активно поддерживают наших олимпийцев. Спортсмены нашей страны выступят не как сборная России, а как команда Олимпийского комитета России под флагом ОКР. А во время церемонии награждений вместо гимна будет звучать первый концерт Чайковского. И сегодня им, которые защищают честь страны, как никогда очень важна поддержка своих земляков. Малогвардейцы Единой России Корочева-Черкесии, участники горнолыжного фестиваля Катадзе, а также все желающие решили организовать флешмоб и тем самым сказать, что несмотря ни на какие ограничения, нашим спортсменам все по плечу. Мы сегодня очень рады будем поддержать наших олимпийцев на Олимпиаде. К сожалению, они не смогут выступать с нашими флагами и петь под наш гимн, но мы большой молодежной тусовкой будем очень рады поддержать наших олимпийцев. И, конечно же, сила духа России. Я рада вас всех здесь приветствовать. Мне безумно приятно, что у нас столько молодежи, которые неравнодушны к спорту, к зимним видам спорта. И я думаю, что вас не оставили равнодушными наши виды. Рад присутствовать в самом молодежном всероссийском фестивале Катадзе 2022. И также хочу сказать за наших олимпийцев в Пекине 2022. Вперед! Олимпийские игры – важнейший старт четырехлетия планеты и самый особенный для спортсменов. Этот грандиозный по своим масштабам праздник продлится до 20 февраля. Участники акции пожелали членам российской сборной как можно больше побед. И отметили, что они не одни. За ними тысячи сердец, которые искренне верят в них. Я хочу сказать, чтобы то, что происходит сейчас, чтобы ни в коем случае не накладывало никакого отпечатка. Да, мы лучшие, мы всегда были лучшие, мы всегда ими будем. Россия вперед! Дамбай – место притяжения тысяч людей со всей страны. Особенные слова поддержки звучат сегодня и от тех, кто увлекается зимними видами спорта. Ребята признаются, что захватывающие соревнования и высококлассное мастерство спортсменов-олимпийцев мотивируют и вдохновляют их. Карачао-Черкесия тоже болеет за сборную России. Желаем всех больших побед. Хочу поддержать всю сборную России по биатлону. Ребята, вы лучшие. Спасибо. Более 50 лыжников и сноубордистов с российскими флагами совершили массовый спуск по горнолыжной трассе. Болеем за нашу сборную всю, за нашу молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Потому что те, кто поехал туда впервые, это люди со всей страны, молодежь со всей страны. Они не будут сегодня поднимать флаг гордо над головой и не будут петь наш родной гимн. Но мы, молодежь, сделаем это за них и передадим это своими действиями и своими акциями. В Пекин отправились более 200 спортсменов, которые представляют 27 регионов Российской Федерации. Жители разных городов нашей необъятной родины продемонстрировали сегодня энергию единства. Поистине народную поддержку. Хотим сказать, что поддержка это очень важно. Нельзя лишать такого поддержки. И когда мы едины, мы непобедимы. Россия вперед! Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Дамбай.